Здравствуйте! Наступил у нас вечер, и по вечерам научные сотрудники рассказывают нашим окаменелостям сказки, чтобы им скелетом хорошо спалось. Ну, ладно, шучу, конечно. Ну, да, мы сейчас на самоизоляции, вот ближайшие две недели, значит, у нас опять пока музей закрыт, мы очень скучаем по вам, по нашим посетителям. Ну, а чтобы вы по нам меньше скучали, мы для вас приготовили немножко ночных сказок. Сказку эту мы прочитаем вместе с Камакопсом, нашим главным специалистом по лягушкам и по царевным лягушкам тоже. Сказочку эту написал известный хулиган и палеонтолог Андрей Журавлев. Саму эту сказку вы можете прочитать, ну, как и многие другие забавные сказочки. В книге «Жизнь до и после динозавров» книга эта доступна в интернете, ее вполне себе можно найти. А чтение конкретно этой сказочки я посвящаю нашей новой музейной сотруднице. У нас новая сотрудница Варвара. Варенька недавно сдала обзорную экскурсию методическому коллективу. Я вижу, что она волновалась, но справилась хорошо. Варя молодец. Я думаю, в скором времени к ней можно, ну, когда все это закончится, вся эта самоизоляция, к ней можно будет попасть по выходным на экскурсию. А пока сказочка. Дурацкая сказка про Ивана Царевича и царевин лягушек. Сказка, наверное, знакомая, но расскажем ее по-новому. Много, очень много лет назад жил-был на свете царь. Было у царя три сына. Ну, про первых двух никто уж ничего не помнит, так давно это было. Ну, а третий, само собой, разумеется, был дурак. Пришло время сыновьям жениться. За старшего сына выдал царь дочь Боярскую, среднего женил на дочери купеческой, ну, а последнего сына Ивана. Решил было царь женить на дочери доктора наук. Но пожалел. Все-таки дурак, но свой. А, и дал он Ивану Царевичу три стрелы каленые, пластырь липучего моток, до зеленки текучий бочоночек. И послал дурака на болотину трясучу. Там, говорит, всякой твари земноводной кишмя кишит. Среди них-то и найдешь ты себе суженую. Так, Иванушка, сразу всю зеленку не пользуй, на пустолночится царь. А стрелы, они как бумеранги, конечно, не бумеранги заморские, так ты так тетиву натянешь, бывало, что неизвестно, как оно обернется. Хоть и говоривают, что у семи нянек дитя без глазу, но у тебя ж, деточка, уже семи нянек было, и все вылитые кутузов каждая. Так что иди отсерь, сынок, и без супружницы не возвращайся. Долго ли коротко. Короче, пришел Иван на болотину трясучую. А так как он был дурак по определению, так тут же и заплутал. Хорошо, что еще в трясину не провалился. Так и шел. Через что-то там перепрыгивал, через кого-то там перешагивал, а куда-то там проскальзывал. И оказался Иван в таком месте, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но, как известно, когда пером что-то описать нельзя, это можно набрать на клавиатуре. А когда что-то набрано на клавиатуре, получается при этом научная статья. То есть то, что в сказке сказать-то никак нельзя. И вот посреди болотина этой трясучей была всем болотином болотина. И торчали посреди нее ни елки, да ни палки, а незнамо что. Незнамо что это было на траву похоже, но выглядело как деревья. А Иван хоть и слыл дураком, но образование-то получил царское. Вот что он от елки отречить мог. И стал Иван посреди болотин и болотин, иди удивиться. И растут перед ним хвощи-не-хвощи, да плавуны-не плавуны. Чищоба какая-то. А у плавунов стволы необъятные, да кроны высокие. А покрывает те стволы кора узорчатая, словно кто ее пряниками печатными выложил, да равняхонько так уголочек-уголочку. Как ковер выткал кто-то. А на самой макушке листики колышутся. Длинные, выгнутые, словно сабли острые. Издали одно дерево на огромадную метлу баба-яги смахивает. А другое, да на целую вязанку таких метен. И под стать плавунам, и хвощи-то порщится. Дивиться он, а средь плавунов необъятных, да хвощи-неохватных, сороконожки многоногие прохаживаются, да насекомины дивные переметывают. И все такие большущие. Одна такая насекомина с длинным хоботком членистым. На Иванову грудь как уселася, да чуть грудь-то не продавила. Еле Иван-то от нее отмахался. Подумал было, царев сын, уж не превратил ли его какой кощей бессмертный в букашку незаметную. И с испугой-то едва колчан узорчатый не обронил. Хотел было расплакаться, да вовремя вспомнил, что в болоте не и так воды хватает. Погрозил он кулаком тому Кащею незримому и взобрался на бугорок, чтобы потверже на ногах стоять. Достал из колчана узорчатую стрелу каленую, натянул тетиву тугую, и полетела стрела и пропала в тумане болотном средь паугунов до хващей. Только вдали ойхнул кто-то. Может, кощей незримого пришибил? Чего ему будет? Бессмертный все-таки. Присел Иван на бугорок, да пригорюнился ожидаючи. Ох, говорит он, утонула небось моя стрела в болоте не трясучий. Не дождаться мне теперь моей сужены. Так и останусь среди леса дивного со своим бочонком зеленки да пластырем оточком. А тут из тумана болотного выползает зверушка маханька. Стрелу во рту еле волочит, а лапки-то у них из-под тулово чуть-чуть выглядывают. А хвостик-то длинненький, а глазики-то во лбу. Голова полумесяца, и вся зверушка такая лепая. Старое слово «лепый» в нынешнем русском языке не используется совсем. Осталось только противоположное ему по значению слово «нелепый». Ну, что означает «несуразный, вздорный, пустой, нескладный». Может, потому оно так осталось, что лепого в нашей жизни все меньше и меньше становится, чем вздорного, пустого, да и всякого некрасивого. В общем, Иван, как ту головушку-то полумесяцем узрел, да так и втетелся. Влюбчивый был, дурар. А зверушка-то лепая ему молвит человеческим голосом. «Бери меня, Иванушка, в жены, не пожалеешь. Будут у нас потомки с лапками да хвостиками, ну, чисто тридончики водяные. А другие вовсе без лапок будут червячкам подобные». Червячки, конечно, Ивану-царевичу не очень пришлись по вкусу, но уж больно зверушка лепая была. Только он хотел согласием ответить, как бугор под ним, под ногами-то его ходу, он заходил. И оказалось, что не бугор-то вовсе, а голова громадная, трехглазая, два глаза большущие во лбу, третий миленький на темечке. И разинула эта голова пасть свою сожженную, зубастую, а зубы-то все острые, да складчатые, будь то узор татарский. Так и разинула, а зверушка лепая в той пасте то и вмиг исчезла, прям со стрелой каленой. А серчал Иван-то, так что испугаться забыл, как всадит другую стрелу каленую в голову страшенную. Чего там свой сапог софьянови-то не спортил, не продырел? А зверуги трехглазый, хоть бы что, вдарилась стрела об шкуру ее костяную, аж погнулась, да притупилась. А тут зверушка во всю свою длину трохоршину из болотина-болотина вылезает, стрелой гнутой бока костяные почесывает, да приговаривает. Ох, и люб ты ж мне, Иван, царев сын, так люб, что не знаю, то ли сейчас тебя съесть, то ли до гостей оставить, а то ли потомство с тобой сначала развесть. А детки-то у нас с тобою маленькие будут шустренькие, без хвостиков-то будут подпрыгивать, да поскакивать, да язычком в комариков постреливать, а зваться ж будут жабы, да лягушечки. И понял тут Иван, что если он возьмет эту гадину себе в суженые, то уж точно дурак будет не отвоиться. А стрела калена у него всего одна осталась, пригодится еще. Так он ухватил бочонок зеленки, да зверюги той прям в пасте в тунакол. А пока-то бочонок сглотнуть силился, все и голову трехглазую пластырем скрячил. И бегом, бегом, бегом по болотине трясучи оттуда, и дороги не разбираючи. Да че их разбирать, коли нет никаких дорог в болотинах. И так бежал Иван, спотыкаючись, пока не забежал, да незнамо куда. Незнамо где, решил он в последний раз счастье испытать. Вынул он из колчана узорчатого последнюю стрелу каленую, натянул тетиву тугую, вздохнул глубоко и выпустил стрелу из незнамо откуда еще далее незнамо. А да когда стрелял, оступился Иван. Взвинтилась стрела высоко-высоко над самыми плавунами высокими, над хвощами могутными и пала вниз, прямо перед царевичем. И в воду ушла. Так мы и пошли от нее по воде в руки-то стоячие. Пуще прежнего закрученился Иван, сидючи над теми кругами. Уж был и сам в теку в рис, как он ведь собирался. Но тут выплывает к нему вещерка с днехарой, маленькая, земноводная, не особо лепая, совсем не огромадная, серенькая, невзрачненькая. В остренькой мордашке Ивану в сапог софьяновой топучится, и стрелу каленую ему протягивает, и хвостом жалобно так пошевеливает. Ну, пожалел Иван бедняжечку, дострела у него больше уж не было. И стали они из незнамо, откуда вместе выбираться. Долго продирались они средь плывунов необъятных, до хвощения охватных, до поболоте нетрясучий. Ящерка-то серенькая часто останавливалась, что поддышаться, да насекомых похлумкать. Возвернулся Иван со своей суженой во дворец. Прочие невестки над его ящеркой, конечно, насмехаются, но она хоть чуть поболее сапогата сафьянова была, да и то, если с хвостом мерить, а хвост у нее меньше всего остального. Но себя она в обиду не дала, да и Ивана в обиду тоже. Одной невестке она зубками-востниками в нос впилась, другой в ухо вцепилась. Стали Ивановы невестки до братья ее за версту обходить. Ну а сам же царь на Иванову женушку не нарадуется. Она на царевом дачном огороде всех насекомых зловредных до слезняков поганых поизвела. Так что по осени выросла у царя репа большая-прибольшая. Но это уже совсем другая история. Пошло время и пошли у Ивана детки. Один краше другого. Тут так написано. Они, значится, чешуйчатые, зубастые, ростом поболи самого змея Горыныча будут. А другие усатые, да клыкастые. А потом у них внуки появились, мохнатые, а затем и правнуки с деревьев слезли. Но это уж не сказка, а самое что ни на есть правдивая история. Иван-то хоть и дурак был, да выбор сделал правильный. А может и не было ни Ивана, ни царя. А бывала лишь ящерка земноводная 8-40 миллионов лет назад. И называлась она Угольной ящерицей, потому что жила в лесах каменноугольных, где росли те самые плотны да хвощи древовинные. И было их так много, что каменный уголь получился. И была эта угольная ящерка великой прародительницей всех тех, кто и теперь по земле бегает, кто над землей летает. Ну, кроме тех хвостатых, безногих, безхвостых, что от лепых до складчатозубых земноводных пошли. Были в те далекие времена дураки, а ли не были, того доподлинно неизвестно. Но сейчас дураков уж точно хватает. В общем, сказочка она странненькая. Что вам после этой сказочки приснится ночью, я не знаю. Алиль ящерка какая-нибудь, Алиль лепая, Алиль не очень. Ну, желаем вам спокойной ночи и оставайтесь у нас на музейном канале. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok